всем привет всем доброе утро добрый день у нас уже час времени мы только что приехали с пацанами супермаркета сделали покупочки сейчас я буду готовить обед сегодня вечером также все часов вечера я еду на работу на дом еду клиентки к моей подружке одноклассники к фотографу где мы делали фотосессию вот но сейчас я буду готовить обед как я уже сказала сегодня у меня будет кабачки вот такие вот маленькие я буду это начинять фаршем и рисом и вот такая вот на иврите называется кара на арабском тоже типа называется что-то такое вот на русском я не знаю но это из разряда что-то такое тыква наверное из семейства тыквенных короче говоря то есть сейчас я буду делать естественно это все нужно почистить это все нужно внутренности все выковырить вот и начинить рисом и фаршем и поставить варить это все с автоматом пасти в томатном ну правильно в томатной пасти томатной пасти но короче вы меня поняли я сейчас у меня такой цвет меняется выгорает полю солнце и так далее и я сейчас становлюсь как надо поставить вас куда-то так вот так вот превращаюсь в такую рыжую девушку конечно не очень хочется быть рыжей но ничего не поделать они будут все больше больше выгорать вот потому что сами по себе у меня волосы светлые поэтому выгорать я буду и превращусь опять светло-рыжую блондинку а потом не знаю посмотрим как будет этот цвет дальше у нас и перевоплощаться в какую сторону в какой оттенок и потом посмотрели я оставлю так как она есть или что-то потом с ними сделаю но пока это так в принципе пока мне все устраивает когда мне перестанет это устраивать мой цвет я значит буду принимать другие меры отрезаю хвостики и может быть я немножечко оставлю от этих хвостиков почти потому что когда вот этот кабачок он немножечко такой большой я потом буду этого очищать все изнутри то получается такая большая дырочка и естественно рис с мясом будут оттуда вываливаться при кипении воды поэтому я люблю оставлять маленькие кусочки и закрывать вот эту вот дырочку так нам позвонили но мне уже где-то позвонили в том месяце перед пасы перед всем до позвонили сказали с министерства внутренних дел с мисс рада обним что вроде там все готово и сказали приехать назначили на мончерите 6 мая мы поедем с мужем туда мне надо сделать еще две фотографии и взять сказали взять две фотографии мужа и туда зовут это документы израильские документы вот я надеюсь что мы все сделаем что все нормально но я так думаю если бы было что-то ненормально для чего-то бы не хватало то нам бы позвонили еще раньше и сказали там вам нужно довести там еще какие-то документы но нам не звонили ничего не говорили а просто сказали что давайте приезжайте три фотографии если в три фотографии то это значит мне будут менять даркон делать даркон то есть паспорт значит все нормально и я очень рада конечно поедем можно придется взять выходной вот и поедем все это доделаем я хочу обратиться сейчас к своим подписчикам к своим девчонкам любовь морковь и так далее все девочки которые меня смотрят которые на меня подписаны девчонки я хочу чтобы вы мне помогли дать дайте мне какую-нибудь тему для видео потому что делать каждодневные влоги очень тяжело них не то что тяжело физически тяжело просто как бы ну нужно какая-то тема а постоянно одно и тоже снимать ну поели пописали пока как говорится да вот это постоянная рутина и мне самой неинтересно это снимать вот так что если вас интересует у вас есть там какие-то вопросы почему мы приехали в израиль сколько лет я в израиле у меня есть там может быть видео но я его уже делала давно видео обо мне вот я там вкратце рассказываю помо в каком году мы приехали в израиль и так далее но если вы хотите более обширный рассказ какой-то почему мы все-таки приехали в израиль как это все происходило какие были мои ощущения тогда мне было 14 лет когда мы переехали в израиль вот если вам это интересует к примеру как я по-моему знакомилась с мужем как у нас с ним отношение как отношения со свекровью у меня кстати по моему тоже есть видео про свекровь так что можете полистать но если вам интересно то вот именно во влоге я могу вам отвечать на некоторые там вопросы если вам конечно интересно вот так что если вам не сложно подайте мне какую-то идейку мне будет легче снимать видео и как бы вам будет интереснее смотреть потому что я буду отвечать на то что вам интересно то есть буду снимать то что вам интересно а да хочу тоже сказать вам по поводу моего похудения сейчас моё похудение немного приостановилось я даже не становлюсь на весы, прям там не хочу даже смотреть, сколько и что там. Не знаю, что последнее время у меня напал на меня жор. Вот. Ну, и я как-то его не то, что не регулирую, ну, не знаю, вот хочется, а мне я и ем. Знаете, как-то не ввожу себя прям в такие рамки, что нет, вот нельзя это. Ну, захотелось мне съесть там печенюшку, я ее съела. Вот, конечно, это не есть хорошо, вот, но пока это так. Вот, что будет дальше, я не знаю. Посмотрим. Вот, но мне сейчас еще детские дела, женские дела, поэтому, как бы, поэтому я и не становлюсь на весы, потому что жидкая сейчас, и так далее. Вот, поэтому, когда все это закончится, я надеюсь, что мой жор уйдет, вот, и тогда я встану на весы. Вот, а сейчас пытаюсь пить много-много-много-много воды, чтобы, во-первых, убивать аппетит, конечно, пытаюсь не есть уже после 7-и, после 6-и, но вчера у меня был жор, я вот честно признаюсь, вчера даже вечером поела, сделала себе чай с сахаром, вот мне захотелось чаю с сахаром, взяла булочку, вот, намазала ее, там уже не помню чем, и съела, да, вот, признаюсь, каюсь, каюсь. Вот такие вот дела. Вот, ну, как я уже сказала, все-таки хочется продолжать, как-то хочется приводить себя в порядок, вот, не то, что потому, что сейчас лето, и вообще, как бы, не-не, я не заморачивалась, я прежде всего думаю о своем здоровье, потому что лишний вес, это, как мы все знаем, это жир, это холостерол, это давление, это сердцебиение, это отдышка и так далее, можно перечислять вечно, поэтому мне самое главное, быть здоровым человеком, здоровой мамой, вот, поэтому хочу сбросить вес, как бы, у меня нету там каких-то критерий, я просто, ну, не знаю, для начала, может быть, вернуться в 75 килограмм, 73, у меня, как бы, было долгое время, у меня держался один и тот же вес, 72-73 килограмма, потом я начала потихонечку прибавлять, вот, и сейчас, как бы, моя цель вернуться в свои 72-73, хотя бы, а потом уже посмотрим. Я подготовила наши кабачки и тыквочки, теперь я беру вот такие вот две штучки, назовем их ковырялки, вот, одну поуже, другую поширше, поуже это будет у меня для кабачков, твой кабачки маленький, а поширше будет вот для этих тыквочек, ну, все, я буду работать. Ну, вот, мои кабачки готовы, и здесь фарш с рисом, я добавила соль, немного подсолнечного масла, мускатный орех, вот он сверху, и английский перец, вот, что я добавила из приправок. Сейчас, естественно, это все перемешаю и буду начинять вот свои кабачочки, вот так. Все поставила уже в кабачки, залила томатной пастой, ну, вода с томатной пастой, вот, все, пускай варятся, им нужно вариться где-то час двадцать, вот так. Сейчас пока поставила на большой огонь, а потом сделала на маленький, пускай кипят. Себе налила свой очень-очень-очень вкусный супчик с семгой, с семгой, да. Буду сейчас кушать, у меня есть еще булочки, я сама вчера пекла, но вот сейчас буду обедать. Тут кто-то есть. Такой маленький чердачок у нас. У нас здесь лежат зимние вещи в период лета, летние вещи в период зимы, елка и так далее. Мы там оттуда сейчас все поубирали, подмели, я побрызгала, чтобы там тараканов не было, ничего такого, вот, всякой живности. Сейчас будем все опять затаскивать, обратно убирать. Потому что вот она собирала пакеты с летней, она собиралась пакеты с летней одеждой, вот, и чтобы все было в порядке, чистенько. Мы сначала там все убрали на этом черточке, а сейчас все будем туда опять закладывать. Только хочу здесь вот посмотреть, что у нас здесь такое лежит в этой коробке, потому что коробка была очень-очень тяжелая. Может быть, здесь можно что-то выкинуть. Так, ну вот это точно нужно выкинуть. А, тут всякие разные старенькие книжки. Кстати, анкета. Помните, в России такие были анкеты? Это я маленькая. Дорогие девочки. Ой, какая-то... Да, это история. Это мне подарили на день рождения, даже не, по-моему, третий класс. Вот, у меня написано третий класс. Представляете, это я. Телефон наш домашний был в России. 4-12-26. А, прикол вообще. Мы были с родителями в Анапе. В 97-м году, да. 17 августа 97-го года. Я помню, папа какой-то долгий период не работал. А потом устроился на работу. И вот с первой зарплаты, я помню, мы купили телевизор Sony с очень таким большим-большим пультом, который переворачивался. Был двойной пульт. Вот. И мы поехали в Анапу. На неделю, по-моему. Это мои мамочки с папочкой. Расписываются в ЗАГСе. О, это я, вон, с Ложком СССР. Это мамулька. Это Катюлька, сестричка моя. Это наши друзья. Вот она наша с собой. А вот ты, Катя. Я и моя, наша двоюродная сестричка, Светочка, которая живет сейчас в Китае. А это наш кошак, Балтишка. Такой классненький, сладенький был. Но мы его оставили в России. А там, по-моему, он убежал. У тех людей. Это я тут. Это меня папа фотографировал. Это папа. Не знаю с кем. С другом, наверное. Вот это я с Катюней. В детском садике. Город шахты. Класс. Тут всяких разных много фотографий. Это мы были в лагере в Сочи. Это наши друзья тоже. Это вот я в школе. Мои одноклассники. Лучший друг, лучшая подруга. Мы так втроем сидим на партии. Это Лиля, а это Саша. Это наш класс. Вот такая вот анкета. Да, воспоминания. Ладно. Что тут еще есть? Ой, ты уже так подумать. Это анкете больше 20 лет. Аж страшно. Прям вообще ей какой-то динозавр. Так, это репетитор по математике. И вот это, наверное, надо отдать Кате. Мама для мамонтенка. Порватая книжка. Я ее выкину. Это словарь. Ой, это самый наш первый словарь по иврит-русски. Это только когда мы приехали, пошли в школу. Вот, купили этот словарь. Так, тут такие прям очень-очень детские книжечки. Это геометрия. Тоже старенькая-старенькая. Это мы еще, по-моему, из России привозили. Это такие самые первые книжечки. Но я их оставлю. Вот, азбука. Я помню, детки любили. И Рами любил эту книгу. И Даниэль. Все. А это уже арабская газета. Да. Почему мы ее оставили? Потому что это брат моего мужа. Это его невестка. И это Рами. У них еще тогда... Они еще были даже не женаты в то время. Вот. И у нас был праздник. Это вербное воскресенье. И наша местная газета сфотографировала и сделала вот такую вот... Ну, такая вот первая страница. И мы это оставили, потому что здесь Рамсюся. Зайка наша с ними вместе. На первой странице нашей местной газеты, журнал. Не знаю даже, что это такое. Журнал, наверное. Вот такая вот красота на память. Так. А, ну это эти тетрадки Рами. Первый, второй, третий класс. А это мой дневник. Это когда мы прилетели в Израиль. Вот. Это мой первый дневник. Когда я пошла в школу, купила вот этот дневник. Здесь я записывала свои уроки и не только. Все, что со мной происходило. Ну, вела такой типа маленький дневничок. Так, короче. Это коробочка от Шенцена. Здесь очень много воспоминаний. Так что пусть она такая и остается. Единственное, вот эту книжку, потому что она вся порвата. Я уже все, я ее выкинула и все.